Русские солдаты были в неведении, куда едут и с кем будут воевать. Как бы смешно это не выглядело, но об этом утверждают пленные. Многие из солдат не военные, они утверждают, что их вызвали в военкомат и, не проинформировав, отправили в Украину. Только приехав, мы осознали, где находимся, говорит солдат. На чуть-чуть, потому что информация была ноль. Вы учитель, но головой? Головой, я думаю. Вас как зовут? Сокол Дмитрий Витальевич. Вы тоже не военный? Нет, не военный. В школе работаю, ремонт по обслуживанию. Ставлю школу. Слесарь. Как вы опинились тут? Так же самое. В субботу с работы позвонился в гост, сказал, как на споры собраться и приехать в военкомат. Никто ничего не знал. Ваши близкие знают, где вы? Нет, я сказал, на учениях. Вы знаете, что в Украине сейчас происходит? Мы уже не слышали. Вас как зовут? Волков Александр Викторович. Вы тут тоже в Горлевце мешкаете? Так. В кем вы працуете? Сторожем. В технику. В технику. Боже, вы все освятяне, край Бог мило. Мол, вы сейчас все из однией школы? Чи не? Зрездный? Да нет, сразу не. Ясно. Зрозуміло, тоже. Ну, это воин. Только я воин. В кем працюете? Что вы тут работаете? Сторож в школе. Сторож в школе? В Кельняшке, да? Воевали раньше? Нас на сборы собрали. Ну, потренировать и до дома отпустили. А поставили воювать. А до этого воювали? Я был в сотой, я уже объяснял. Я был в сотой дешант, на 15 год подписал контракт. Я был за вагаром. Как вы звали? Заренко Константин Олявич. Зведки вы работаете? Горождановка. Горождановка? Вообще, это в Украине? В Донецкой области. В Донецкой области. В кем вы работаете? Водитель. Водитель где? На шахте. Ви же на шахте працюете? Ви теж не військовый? Как вы опинились тут? Так же самое. Вы звалили на сборы. Привезли, переодели и привезли. Сказали, что на 3-5 дней. И притоковый. Я зрозумію. Кравцов Роман Юрійович. Звідки вы родили? Место Горлівка. Место Горлівка. Ви теж не військовый? Не військовый, не служив, не воював. Ким вы працюете? Социальный педагог в школе. Социальный педагог в школе. Хай Бог миле. Кого они отправляют? Социальный педагог. Украинский, как говорит. Не соромно против своей батьки. Как вас звали? Запорожье Сергей Григорьевич. Проживаю в селище Панталимонівка. Место Горлівка. Не військовый. Працюю в школе вчителем. Працюете в школе вчителем? Вони всі говорили. Это украинцы. Это наши. Они мясо падли, блядь. Штовхают. Слев нема, блядь. Вас, как звали? Кайсин Роман Иванович. С кем вы працюете? Мастер производственного обучения. В техникуме? Да, училище. Вы тоже освятянин. Вы воювали раньше? Нет, я даже не служил. Как вы потрапили сюда? Вас примусили? Позвонили, сказали... Вы пришли по звонку. Вас силою не тягли. Позвонили, сказали с вещами. Прийти. Мы пришли и вот все. Сказали на 3 дня, на 5 дней. Так, вас как звали? Олександр Сергеевич. Ви кем працюете? Вчитель. Вчитель, чого? А были? Украинской. А были украинской. Это вы в окупации. Вас перейшли на российскую. Украинская там вам не надо. Говорите хорошо. Доброе говорить. В армии служили? Маете опыт? Нет, нет. Вас тоже просто засунули в окуп. Ну, директор сказал так. Директор школы сказал? Ну, сказал, в обысковом порядке, появиться на мобилизации. Тих, кто ухиляются, будут подданы чинному законодательству ДНР. Я понимаю. Вас как звать? Харунжи Илья Анатольевич. Ви звідки родом? Горловка. Что там? Один человек. Не хвилюйтесь. Вы уже в безопасности. Расскажите, кем вы працюете? Как вы опинились тут? Я работаю руководителем Кружка в центре детского творчества. Вы с детьми працюете? Да. Вы гурток ведете? Да. Какой гурток вы ведете? Компьютерная информация. Как вы опинились в окупе с оружием в руках против Украины? Позвонили, сказали, что нужно явиться в военкомат и вообще ничего не объяснили. Вы имеете какой-то військовый опыт? Вы с автомата ранее стреляли? У меня белый билет. Я ни разу не был с автоматом. Почему вы пришли в військомат? Почему вы не втекли? Потому что потом мог бы лишиться работы. Ну, лучше работы лишиться, чем житие, напевно, да? Ну, как нам сказали потом, мы должны были 3-5 дней просто отстоять, пропустить пару машин и все. Я понял. Хорошо. Ладно. Ну, я думаю, уже пояснювать не нужно, да? Что происходит сейчас в Украине? И что делается наоборот? Что прикрывается вами, как гарматное мясо. И вам еще очень счастливо, потому что вы тут. И вы уже в безопасности. Вас сейчас нагодуют. А ваши товарищи, вот так несколько десятков, вот там они в багни и залишатся лежат. Комусь нужна медичная помощь сейчас. Есть раненые, травмированные. Все нормально, да? Работает очень больно. Ну, это немного потерпите. Это уже не долго лишилось. Очень больно. Вы будете живы. Главное, что вы живы. И у вас есть шанс увидеть вашу родину. Я думаю, вы этого хотите. Друзья, хорошо. Потому что спокойно, сповпрацюем. Очень хочется. Я верю. Все будет хорошо. Ладно. Сержанты. Какого посылали. Что поживете. Может, вам даже… Ваша держава может когда-то вас и увидит. Ладно. Слава Украине! Вибирь и слава! Слава! Первый кром сделаем. Первый кром. Субтитры создавал DimaTorzok